Продолжение следует... В состоянии множества формы являются причиной предмета тем способом, что воспроизводит себя причиной. Это происходит, но это не осознается. Ситуация вот-вот. Ни причинности формы в отношении к предмету, ни воспроизведения формы себя нет. Но поскольку форма существует, является причиной тем способом, что воспроизводит себя причиной, то получается, что осознание формы себя в качестве причины и осознание воспроизведения... и осознание воспроизведения... Вот. Одно и то. Осознание формы себя причины и осознание перехода, отвод, код. Одно и то. В смысле, один акт? Один акт? Один акт. Потому что одно и то же, это не очень понятно. Один и то же. Очень понятно. Одно и то же. Сознание этого и осознание того, только одно и то же осознание. Не, ну, одновременно, конечно. Не знаю, это уже осознание, чьи на буквах. Осознание себя причиной, осознание перехода, все это... То есть, вот, есть некий один акт, и этот акт имеет две стороны. Можно сказать так, а можно сказать так. Так, что ли? Ну, вроде получается так. В одном акте форма сознает себя причиной предмета и осознает воспроизведение себя видимо в качестве причин. Или, может быть, так, одно является, например, форма является причиной, и поэтому второе, то есть, осознает себя как воспроизведение. Думаете, так, да? Так это был предыдущий шаг. Предыдущий шаг так было. Когда было просто вот-вот-вот. А что нам дает осознание? Когда ты осознаешь себя как причиной, это означает, что ты осознаешь переход от вот к вот. Ну, да. А так было просто вот-бац, чмок, как я и говорил. В простом чмок не было осознания причины. И не было осознания причины. Была попытка воспроизведения себя как форма. Это был простой чмок. Теперь она понимает себя в качестве причины. Ну, допустим. А что это она себя здесь, кстати, понимает себя в качестве причины? Так она всегда была причиной. Мне вот это не странно. Она всегда была причиной, хотела остаться причиной, поэтому начала воспроизводиться. Нет, теперь она осознает себя причиной. А чего это или так захотелось осознать себе причину этого? А вот почему. В ситуации вот-вот мы ее разделили на две абстракции. Одной абстракцией был переход от пустой формы в пустую форму. Другой абстракцией была безотносительность предмета. Вторая абстракция оказывается немыслимая, таким образом предмет снимается в очередной раз. В данном случае снятие предмета заключается в том, что предмет осознается как следствие формы, а форма как причина предмета. Мы выделили две абстракции и выяснили, что за переход отвечает форма. Именно мышление формы есть мышление перехода. То же, как мышление предмета ведет нас никуда. В мышлении формы предмета есть понимание перехода. А в мышлении предмета есть безотносительность. Мы сохраняем одну сторону и некоторым образом снимаем другую. Получается, форма есть причина. В том же самом вот, как в действительном состоянии, точнее вот-вот, форма есть причина, а предмет результата. Но осознание вот таким способом, уменьшится с осознанием того, что форма причина предмета, означает в то же время переход или осознание перехода к новому. Еще одному, в котором опять форма осознается как причина предмета, что в свою очередь ведет к переходу, мышлению перехода, нового ввода и так далее. Если мы теперь рассмотрим переход, то увидим, что переход осознается таким образом, что мышление перехода и мышление того, к чему совершается переход, то есть еще одному ввод, не различен. Мышление перехода, мышление самого перехода и мышление того, к чему переход совершается, то есть к новому вводу, не различен. Мышление Перехода и есть мышление Нового Года, мышление которого опять означает Переход, в котором Переход и то, к чему Переход совершается, неразличны. Значит, Переход уже осознается, к Новому Году осознается, он осознается таким образом, что Переход и его результат, Новый Год, неразличны. Но Старый Год осознается, но Старый Год осознается, Старый Год. Где уже в качестве Старого Года? Нет, Старый Год, Первый Год, не говорится, Первый Год. Ну просто, мы строим в каком-то Год и теперь мы решили понять, с какой-то стати, что мы являемся причиной этого Года. То есть, да, причиной предмета, что мы лишили себя. Теперь я пытаюсь удержать себя в качестве причины. Причина, это и сознание, чем оно в нашем данном случае занималось. Только тем, что переходило. Хорошо. Значит, мы тут же перешли к Новому Году. Удержали ли мы Старый Год? В чем довесок тогда, если мы не удержали Старый Год, тогда чем эта ситуация, с содержательной точки зрения, отличается от ситуации с чпок-чпок-чпок? Нет, там, конечно, не всем не отличается, но... То есть, от чем все это не отличается? Нет, конечно, отличается. Раз мы осознаем переход, значит, отличается. Если мы задали себя причиной, есть переход к другому, и мы не удерживаем ни первое, ни второе, тогда не отличается. Значит, мы должны удерживать и первое, и второе вместе. Ну, условно, первое и второе, да? Да. Условно, да. Традио и четвертое. Традио и четвертое. Значит, что мы имеем? Ввод. Ввод мы помыслили таким образом, что форма является причиной предмета. Такого рода осознание ввод означает, говорю я, переход к новому, еще одному пункту. Где опять форма будет причиной предмета. Воспроизведение не осознается? Так это да, по-моему, можно сказать. Что осознается? Воспроизведение или то, что является причиной? По-моему, то, что является причиной, осознавалось раньше. Иначе форма бы не захотела воспроизводиться, если бы она не знала, что она является причиной. Просто в данном случае способ, каким форма осознает себя причиной, есть воспроизводством. То есть какой-то специфический способ осознания себя причиной. Точнее, даже не осознания, а именно делание себя причиной. Дело. Редущий идет о том, что форма делает себя причиной путем воспроизведения. Ну да, и более конкретно это означает, что форма переходит к следующему лоду. То есть удержание себя в качестве входа происходит тем способом, что совершается переход к следующему лоду. Вот не знаю, вот на вопрос Игоря я, например, не могу ответить, потому что предыдущее, оно, по-моему, не удерживается, с одной стороны, в качестве предыдущего лода. Но с другой стороны, мы же уже осознаем переход. А переход в качестве отношения, он все-таки подразумевает некоторое предшествовавшее, от которого переходим к следующему. Поле того, у меня получилось такое рассуждение, что когда мы осознали форму причины, мы совершили переход к Новому году. И вот мышление этого перехода не тратится между переходом и Новым годом. И это, как мне казалось и кажется, что означает, что Новый год мыслится относительно первого. Условно говоря. То есть, когда мы стоим на множестве ввод с некой структурой порядочности. Одно после другого. Но это предполагает, если я правду, то предполагает, что мы, естественно, удерживаем это изначальное ввод. И даже видим разницу. Изначальный ввод мыслится как нечто безусловное, безотносительное, а Новый год мыслится относительно этого безотносительного ввода. Именно потому, что в мышлении перехода, в мышлении слова «перехода» и «Новый год» не разъяснилось. Если бы сам переход был отличным от результата, то Новый год тоже было безусловно. Скоро говоря, оно было бы обосредованно на переход. Следующую маковку мы мыслим именно в качестве следующей. Мы опять построили некую маковку, и эту маковку мыслим в качестве следующей. Ну, если построили, то, потому что я задавлю вопросы, на которые мне как-то не смог я ответить. А может, все-таки, тут у меня еще вопрос такой. У нас же была форма «вот-вот», да? Не одно «вот», а сразу «вот-вот». Не получается ли так, что переход от одной формы «вот-вот» к другой форме «вот-вот»? Не так, что от одной «вот» к другому «вот». А от «вот-вот-вот» и переход к новой «вот-вот-вот», вот так. А было у нас так. У нас был «вот» в качестве элемента множества, но потом был непонятным элементом, какого элемента множества является. Теперь же мы получили в этом множестве некую структуру порядочности. Одну после другого, одна маковка после другого. Просто разница состоит в том, что когда от «вот» переходит к «вот», кто считает предметы, а не формы. Форма есть «вот-вот-вот». То есть форма как бы сама множественная уже в своем предмете. Так считать надо формы, а не предметы. То есть вот-вот-вот, потом форума осознает, что есть переход. Как раз считаем, что считаем морковки. Не чистые формы считаем, но считаем морковки. Но если это так, то тогда непонятно, что такое форум. То есть мы уже сейчас находимся в форме, которая вот-вот-вот, да? Да. А почему внутри этой формы есть переход? Я не понимаю. Она изначально такая, тут даже думать нечего. Она просто множественная и все. У тебя в акте форум тоже есть состояние эксперимента и форума непосредственно. Нет, вы хотите перейти от одной формы к другой. Вы говорите от формы вот к другой форме вот. Не от вот-вот. Это осуществляется самая форма. Форум же множественная. В том смысле, что она осуществляет это вот-вот-вот-вот. А вы хотите от одной формы вот перейти к другой форме вот. Да. Такого я и говорю, что переходят не от одной формы вот к другой форме вот. А от одного вот-вот, другому вот-вот. Ну ладно, мы хотим перейти вот-вот, где переход не осознается, вот-вот, где переход осознается. Если было просто одно вот, то никого не получилось бы вообще. От того, чтобы в одном вот поняли, что форма – это причина предмета, ничего не случилось, перехода никуда нет. Исходным является ситуация вот-вот. Но когда в этой ситуации вы форму понимаете, причины и предметы, вы что делаете? Осознаете переход. Но сначала это относится таким образом, что переход и то, к чему переход завершается, не различен. Сознается самым таким вот незавершенным способом. Переход есть, но переход от того, к чему переход не различен. Вроде осознан, а вроде еще и не осознан. А безусловно, осознан. То есть осознание, получается, процесс останавливается, что-то, да? Вот есть процесс, вот-вот-вот-вот и так далее, да? А сознание что делает? Останавливает процесс, берет как бы в этом процессе одно вот предыдущее, из него переходит в другое, вот, да, как во сне. Так что ли? Вот нет, это непонятно. Вот есть форма вот-вот-вот-вот-вот. Она просто пущена в процессе, и она в процессе в этом находится. Как вы переходите в другой форме-то, вот. Все как бы останавливается, и как во сне, берем одно, другое, пытаемся понять, как переходим. Так, что ли? Да нет, ну, по-моему, сказано было не совсем пределоположное. То есть, пункт в том, что не просто чередовод, не просто воспроизведение, а воспроизведение, в котором сознается связь между актами полагания ВОД. Только первая попытка ухватить эту связь состоит в том, что эта связь не отличена от полагания ВОД. Поэтому переход ВОД-ВОД-ВОД, он как бы продолжает длиться, он не останавливается. Он и не может остановиться, если полагания ВОД и переход от ВОД к следующему ВОД не отличены. Значит, оно так и течет. Просто мы совершили первую попытку сознать связь, сознать переход. Ну, вот пока не очень. Сознать или опосредовать? Сознать? Это одно и то же. Знать и быть одно и то же. Если мы осознали кого-то послевать, значит, обосредование совершилось. Раньше его не было. Точнее, раньше оно как бы было неопределенно. В простом подходе, вроде бы, есть связь, потому что одно, чтобы, еще одно. А в другой стране нету, потому что кроме швачков ничего не учитывало. А теперь прояснилось, что вот в условии, если форма, сознается причинность формы в каждом ВОД, Возникает ситуация, когда еще одно ВОД мысли соотносительно. Мысль соотносительно. Одно ВОД мысли соотносительно. В ситуации вот ВОД одно ВОД мысли соотносительно, а в другое ВОД мысли соотносительно того, которое безотносительно. Избегая слова первое, второе. А почему мысли соотносительно еще раз? Потому что мышление перехода к Новому ВОДу, переход и Новое ВОД неразличны. Если бы переход был отличен от Нового ВОД, то это было бы опосредование, как бы осознанное опосредование. Так все-таки осознание есть или нет? То есть у нас был ВОД-ВОД-ВОД, теперь, допустим, мы пытаемся понять переход внутри, осознать его. Так ведь происходило? Относительно предшествующая форма, чмок-чмок-чмок, это уже осознание перехода, потому что там тоже был некоторый переход, но был совершенно не осознанный. Одно ВОД, чтобы новое. Еще одно ВОД. То есть тут есть связь, а второе соревнования совсем нет. Вот это состояние ВОД-ВОД мы разбили на два состояния. Одно состояние числепереход мы назвали, от пустой формы к пустой форме к пустой форме. Одно чистое опосредование, где выясняется, что если ВОД состоит из точечной формы и конечного предмета, то именно форма отвечает за связь. Но пока что в виде абстракции выяснилось, а не в действительном состоянии перехода. А с другой стороны выяснилось, что если мы снять именно предметы, а не форму без предмета, а предмет без слова, все исчезает. Мы получаем новое действительное состояние мышления ВОД с осознанием причинности формы. Это дает, как мне думается, дает нам мышление перехода, уже мышление перехода. Только не просто причинности. Которое по отношению к прошлому шмоканию есть осознание. Осознание причин и воспроизведения. У нас же форма всегда причинна. И, по-моему, на предыдущих этапах осознание причинности и воспроизведения. Да, мне кажется, что все это движение можно описывать так, что форма каждый раз словом обричь осознает всегда причинна. По-разному. Да, по-разному. Она была причинной одного, ее активность была в том, что она отождествована. И все. Активность формы была в том, что она отождествована. Отождествована, значит, причиняем. А сейчас она активно себя заключается в том, что она воспроизводит себя в качестве трещин. Но везде отнарушивают себя трещин. Так вот, если так, то одно мыслиться относительно, а другое относительно него мыслиться. Ну, и возникает ситуация, действительно, переход от одного к другому. Тут, если подумать об этом переходе, тут, возможно, два варианта, на мой взгляд. Вот, я мыслю, вот где форма причина, тем самым мыслю переход к новому. Вот. В этом мыслении перехода переход не отличен от нового. Вот. И что я получаю? Я получаю ввод, в котором снова нужно помыслить форму в качестве причины. Или я сразу получаю ввод, в котором форма является причиной предмета. Два шага или один шаг. Когда я получаю переход, переход не отличен от нового ввода. И это новый ввод какой? Такой, как прежний ввод, где форма и предмет одинаковы по статусу. И снова нужно помыслить форму в качестве причины. И тогда решить переход к новому вводу. И я сразу получаю новый ввод, в котором, раз я один раз уже помыслил форму в качестве причины, то всякая новая мысль мое ввод все равно будет с причинностью форму. С осознанием причинностью форму. Может, это и не важно. Может, я завязываю, как я начинаю двох ловить. Но так вот. Этот момент не до конца есть. А может, это и не важно. И еще одна трудность, на которую, мне кажется, Игорь с самого начала указал, чем меня в ступик поставил. Я что говорю? Мы осознаем форму ввод. Мы форму осознаем в качестве причины. Тем самым, говорю я, совершаем переход или мысль. Мысльный переход совершаем к новому вводу. Что значит тем самым? Что это значит тем самым? Понимаете, абстракцию предыдущей формы. Чистый переход. Я пользую форму без причины. И тем самым или уже мысль переход к новой форме. Пустой. А мысли ее тем самым или уже мысль... Там это понятно. Потому что там вообще одно чистое последование и переход. Потому что каждая форма пуста. Она самостоятельно не фиксируется. Там это выражение тем самым или уже мыслью, на мой взгляд, очень уместно. Это абстракция. Здесь же мы имеем переход от ввод к ввод. А в каждом ввод к форме есть предмет. Поэтому не я скажу, что мы мыслим чистое последование перехода. Мы мыслим именно такое серьезное и действительное движение. Вот ввод к ввод. И в каждом ввод есть форма и предмет. Только форма в качестве причины, а предмет в качестве средства. Поэтому когда я здесь говорю опять, помыслили вот таким образом, что форма причиняет. И тем самым помыслили переход. Ваш первый вопрос важен. Потому что здесь происходит бесконечно автоматическое перескакивание. Или каждый раз совершается повтор осознания себя в качестве причины, для того, чтобы перейти к следующему. Тогда это важный вопрос. И, собственно говоря, он даже напрашивается. Даже просто в силу отличения от предыдущей абстракции, где происходило автоматическое перетекание, понятно почему. Потому что форма была пуста. А здесь в силу того, что не пустая форма, а полагание все-таки ввод происходит, тогда, видимо, оно как бы происходит за счет, дальнейший переход за счет дополнительного усилия осознания себя причины. Ну, тут надо просто помнить, что воспроизведение, оно всегда есть, да, независимо, как бы, там, сознается, видимо, оно или нет. Правильно? Мы находимся в такой форме, где воспроизведение есть уже. Да, вопрос только в том, как... Значит, переход в другой форме уже совершается независимо от того, осознаем мы это или нет. Мы можем этот процесс осознавать, а можем не осознавать. Так что осознание... Есть нечто, как бы, дополнительное к переходу. То есть можно просто опять впасть вот в эту форму вот-вот-вот, и не различать их и вот, да, просто вот их дублировать. А можно, как бы, осознавая, мы просто осознаем сам... Мы опосредуем наш переход. То есть мы, как бы, на этом переходе задерживались. То есть получается, что осознание, наоборот, останавливает процесс, скорее, чем его движение. То есть нам, что... Мы же пытаемся везде опосредовать все свои кадры, правильно? У нас было не расчлененное вот-вот-вот. Теперь мы пытаемся его расчленить. Но независимо от того, осознаем мы или нет, вот-вот-вот все равно переход совершается. То есть переход совершается в силу того, что форма является причиной, и она воспроизводится. То есть в каком-то смысле это происходит как бы за спиной формы. Вот этот переход. Но мы его можем либо осознавать, либо не осознавать. Но осознание дает возможность опосредовать, разобраться, как происходит перевод. А с третьей стороны мне вполне очевидно. Просто из-за интуиции как-то у меня не складываются... Более складываются, но как-то... Нет какой-то в общем. Недоктижимого совершенно не хватает. А с другой стороны, с какой-то стороны уже, мне кажется, вполне очевидным, что вот это вот движение, новое движение с осознанием причинения формы, А мы считаем что-то так существует, что одно мысль безотносительно, а другое точно не любит. Эта интуиция тоже, конечно, неполюбина. Что-то здесь вот такое движение, такое движение. То есть получается, что первая форма с этим мысль безотносительно. В этой интуиции, если она верна, то... А что значит первая, если она вот-вот-вот? Ну не первая, а вот-вот. Одно, одно мысль безотносительно. Форма пытается осознать свое движение. Она вклинивается в него. И удерживает то, откуда переходит, и то, куда переходит. Она удерживает просто обе формы. То есть, одно, как бы вот, и другое вот удерживает. Но удерживает те способы, что одно мысль безотносительно. Да, оно безотносительно, а другое уже как переход от него, да. Да. Относительно и относительно него. Но она может опять схлопнуться и опять просто вот-вот-вот делать. Это просто план внешней рефлексии, который присутствует на всех уровнях, но по-моему это именно внешней рефлексии. То есть как бы иначе как припомнив, что некогда мы мыслили вот таким способом безотносительным, сейчас воспроизводящийся вот уже не может быть, нельзя же воспроизводить безотносительное. Это вообще бред силы. И только вот в такой точке зрения видно различие между безотносительным, вот и относительным. Но в действительном состоянии сознание же этого не может обнаружить. Не может обнаружить нечто первое, вот в качестве первого, вот в качестве безотносительного тем самым. Это просто никак не получается. То есть как бы у нас всегда есть три стадии рассмотрения той или иной ситуации. Действительная ситуация, когда сознание совершает некоторое действие, и вот что оно в нем сознает, что опоследует. Есть абстракции этого действительного состояния, когда мы вычленяем одну сторону и другую сторону. Есть позиция внешней рефлексии, которая позволяет сопоставлять как бы два действительных состояния сознания. И вот последний ваш вопрос, он как раз только на уровне внешней рефлексии может быть поставлен. Мне очень понятно, правда, зачем вообще этот план внешней рефлексии присутствует. Зачем? Нет, я не предполагал. Ну, может быть, просто в дальнейшем движении есть детализация самого процесса. Так вот, нет, понимаешь, я могу понять, что детализация достигается тем путем, что в действительном состоянии, в действительном состоянии, например, вот-вот-вот-вот, да, мы путем абстракции вычленяем как бы то, что до этого, до абстрагирования было нами не выявлено. Это то, что ты говоришь детализацией. Это я могу понять. Ну, чтобы к ней перейти, сначала надо разобраться, как это, с внешней рефлексией, к чему мы можем осуществить эту абстракцию. Сначала мы внешней рефлексией как бы делаем разведку, а потом уже абстракцией как бы устанавливаем возможность детализации. Вот это мне как-то не очень понятно. Все-таки зачем? Не знаю. Я же не знаю, так это или нет. Олег Михайлович, может, там по-своему. И вот Олег Михайлович тоже все отрицает. Получается, что вот это вот новое, действительное состояние, когда мы осознаем причинение формы и осознаем воспроизведение, что воспроизведение? Воспроизведение формы себя как причины. Потому что если мы приводим к Новому год, в котором уже форма причиняет, то есть не делаем этого личного усилия, то получается, что... что было в первом, вот-вот. Там было воспроизведение формы себя в качестве причины без осознания этого. Теперь мы это осознаем. Мы осознаем, что форма будет производить себя в качестве причины. Мы не осознали, мы это осознаем. Форма производит себя причиной, чтобы произвести себя причиной. Но почему-то это имеет такой вид, что одно полагание в себя причиной безотносительно, а другое полагание в себя причиной относительно... И следующее относительно, и все остальное стало относительно. В силу того, что форма осознала, как она производит перевод, все остальные вводы становятся относительными. То есть они выстраиваются в некий порядковый ряд. Да, кроме изначально. Да, кроме изначально, естественно. А изначально, если помните, у нас всегда было какое-то особенное. Единица у нас всегда была особенная. Нет, это какой-то элемент, тогда получается, это элемент абстрагирования. Потому что в абстрагировании, абстрагируя предмет, получая безотносительный предмет, но действительно чистый безотносительный предмет не мыслим. и абстрагируя формулу, получаем чистый переход, то здесь тогда получается, что в действительном состоянии рудиментом абстрагирования предмета остается вот этот безотносительный первый взвод. Но если только так он возникает. И то, как-то, честно говоря, не видно. Если мы признали, что немыслимо это безотносительное влияние, значит, это бред и не надо принимать его внимания. А почему не учесть, что две абстракции имеют место в построении? Не так, что одна отбрасывается. Просто одна абстракция ведет к расширению знания, а другая абстракция просто остается в виде абстракции, в виде реального состояния безотносительного. Но она еще признается в качестве... То есть это как бы тупиковый пульс, невозможный, немысливый. Если мы же собираемся помыслить дальше, один из вариантов немыслимо. Стало быть, и нечего... У нас же было когда-то одно, которое было немысливым. Нет, это безотносительное одно же было. Было безотносительное одно. Но был другой способ его... А в данном случае получается тоже некое безотносительное одно, но оно как бы... Мы от него оттолкнулись, от этого безотносительного одно оттолкнулись, чтобы создать уже относительное. Игорь, мы мыслим в этом новом, чеительном состоянии, мы мыслим связь двух... одного и другого. Но связь заключается в том, что одно вот безотносительное, а другое вот относительное не было. Это вполне, мне кажется, нормальный способ мыслить связь. Это мой способ мыслить связь. А другое безотносительное, а другое не было. Не знаю, мне просто казалось, что на данной стадии связь с нами мыслится только следующим образом. Вод, относящийся... Просто относящийся как бы к предыдущему. Но предыдущие в качестве какого-то Вод не удерживается. Поэтому получается так, что не един Вод, относящийся к другому Вод, к какому-то предшествующему безотносительному. Нет. А получается так, что Вод, относящийся к предшествующему, но предшествующего при этом нет. И явное несовершенство этой ситуации, оно толкнет наше рассуждение дальше Но не так, что первое безотносительно, к нему нормальная связь от следующего и чего Ну вообще-то натуральный имя тоже так водится, есть некое безотносительное пустое множество И потом уже к нему натуральное число То, что Игорь постоянно водил, все равно первое всегда будет безотносительно Потому что оно и первое, потому что оно еще ни к чему не отнесено Единицы Единицы, да Я говорю, что все-таки форма осознает себя причиной, чтобы осознать вновь Вот ситуация Что бы теперь осознать То есть осознан переход Но переход осознан таким образом, что не отличен от того, к чему переход А это означает, что новая мыслица относительно предыдущего Да, что относительно следующего А почему-то следующее Если переход смыслится, не отличен от того, к чему переход Если вот мы форму поняли как причину То тем самым мы осознали, что форма воспроизводит себя вновь в качестве причины Осознали, значит схватили, ухватили переход к новому году Переход марка схватили тем способом, что он не отличен от нового года Все, что имеет на мой взгляд Я даже здесь не вижу ущерба какого-то Мне только не очень понятно У нас же на самом деле в первой абстракции Безотносительно были все члены ряда Все Не просто ряда, да, все А сейчас, а что у вас тут может быть не ясно Просто следующее, каждый раз и все Безо всяких проблем Ты тоже скажешь, нет проблем Откуда На чёрт-то берётся эта безотносительная ввод Зачем оно вообще нужно? Оно вот тут совершенно не нужно Просто есть следующее Нет никакой точки отсчёта Просто есть следующее Просто, я говорю, если брать математику То там всегда есть единицы Всегда точка отсчёта есть Не в безвоздушном же пространстве Это следующее случилось, правильно? Оно же случилось как следующее чего-то Ну это же неважный вопрос Ну когда-то решили перейти в воду А где? Пришли к воду Это там назвали единицей Поплывали дальше Это как бы генезис или история Единица задаётся только историю А ничем особо не кажется У меня получается, что Два логических хода Первое – полагание Причинности формы Второе – переход К новому полаганию причинности Переход не отличен от этого нового полагания Или полагание перехода не отличен от нового полагания Два хода Рома-два Может, по-чему, чем участие в среднем ерунда Что мышление причинности формы Уже есть мышление перехода Вообще-то не тратится Старым, ну, ну, вот И не между переходом Сейчас вообще сплошно Ну, там совсем просто Если тем самым есть Осознавая причинность формы Мы Переходим к осознанию этого перехода То есть два все-таки перехода Иначе вообще-то А чем плохи эти два перехода? А чем плохи эти два перехода? Плохи тем, что Вы сейчас напоминаете Что форма является не вот, а вот-вот Поэтому мы Эта форма является вод Но эта вода Поднимается как элемент множества Форма является вод Но вод принимается как элемент множества Ну, а как это вообще Ты хочешь философии Еще и в опыте Определить, что такое элемент множества Вот-вот это и есть Ты же всякий раз сидишь в точке внутрь Ну, вот это такое Как элемент множества То есть, позволить или делать Операцию внутри одного вода Если форма является не вода А под сполки Ну, я говорю, что два шага Мы берем вод Кого-то она бывает сама по себе И в нем мыслим форму в качестве причины предмета То есть, меняем само мышление в вод Вначале было мышление в вод Где есть та же единственная форма И конечный предмет И никто никого не причинял То есть, в воду не подполагал Теперь мы предоизменяем мышление в вод Теперь в вод В вод Форму 8 причин Заберем вод со стороны причины Эта операция проделывается с единичным водой Этой операции не нужно два года А следствием в водоперации является то, что в ситуации Вот-вот Одно Не так сказать, иначе безотносительно А другое относительно нельзя Зачем нужно безотносительно? Я по-прежнему не понимаю Если мы берем вод со стороны причины То мы тем самым переходим к полаганию следующего И все У нас есть форма следующего Но мы не мыслим нечто в качестве точки отсчета Зачем она нам вообще? А по положенному следующим Опять-таки взяв его со стороны причины Мы повторяем эту самую процедуру Опять-таки есть следующее Но следующее не нуждаются в точке отсчета Так следующее и предыдущее нуждаются, чтобы быть следующее? Получается следующее есть, а предыдущего нет По-моему нет А по-моему следующее и предыдущее Одновременно случается Одно становится следующее, потому что другое становится предыдущим Полагание условно первого года, либо начального года, не содержит ситуацию, когда переход дождится тому, к чему переход. А в мышлении следующего года у нас мышление перехода совпадает с этим новым годом. Эту ситуацию я называю относительной. Потому что если связь не выделена в качестве опосредующей связи, как таковая, то новая вот как-то относительная предыдущая. И грозит словность с ней все время. Да почему? Она просто следующая. И ничего она не скрупуется с предыдущим. Она следующая. То есть изначального не нужно, да? Ну я честно тут не вижу никакой необходимости. А мне кажется, как редко тогда выстроиться, если каждый раз будет только следующий, а предыдущих ничего не будет? Ведь это не на второй стадии. Может быть так. Не важно, что… Я только против чего? Против того, что есть точка отсчета. Есть некоторые предшествующие в качестве безотносительного. Но если это предшествующее есть в качестве относительного, то тогда оно само следующее и после него положенное есть тоже следующее. Но у них равное определение. У них равное определение в качестве следующего. Но ни одно из них не имеет определения безотносительного. Ни одно из них не имеет определения точки отсчета. Вот я прочитал. Это все нормально, просто у меня непонятно Каждый предыдущий становится одновременно Когда одно становится следующим Предыдущий становится предыдущим А это не так? Главное, что никто из них Не важно, как мы смотрим Если мы смотрим вперед, мы видим, что каждый становится следующим Если мы смотрим назад, то видим, что каждый становится предыдущим Это одно и то же движение Ну да, но никто из них Не есть безотносительное Вот Ну да, когда я говорю, что форма осознает себя причиной, чтобы осознать вновь, то в учебном на новом уровне все тоже не было, конечно, такого. Как осознать переходы? Мы что делаем? Мы осознаем переход, воспроизведение. Не просто причиной осознаем, а воспроизведение причинности. В каком отношении находится новое причинение к старому причинению? Собственно, все, что мы пытаемся сделать, установить это отношение нового к старому. Ну, следующее и предыдущее, и все. Но предыдущее, оно с той же относительной, оно не является безотносительным. Я могу только повторять хабабугай. При переходе к новому – вот, переход, не отличен от… Не то, что совпадает, а не отличен от нового. Ну, так вот, получается, что новое получает определение не просто «вот», а следующий «вот». Ну да, это да, это да. А предыдущее «вот» удерживается как предыдущее? Нет? Да, но… Причем это происходит не в каких-то там, как бы, словах. Само действие совершается таким образом, что, как бы, одно, как бы, условно говоря, приближается, а другое удаляется. Как вот так. Как приближение и удаление. В самом действии есть указывание на последовательность. То есть, иначе говоря, в самом действии и есть последовательность. И пока сознание остается, вот, последовательность соблюдается. Как деревья мимо окна проносятся, вот так. Поезд едет, мимо окна деревья, да, и вот мы эти деревья одно, второе и так далее. То есть, мы, как бы, идем от одного к следующему. Проблема состоит в том, что, как бы, вот здесь, поскольку, действительно, похоже на то, что, как будто бы, внешне, всегда, как будто бы, это с нами совершается, а мы, а точнее, с формой, да, формы, никакого отношения к этому не имеют. Она сидит в поезде, да, и мимо только проскакивает. А хотелось бы, конечно, чтобы сама форма это сделала. Надо, как бы, чтобы форма сама себя застала в момент перехода. Не, все равно, как-то, все время думается, что сначала мысли все одно, а затем мысли все другое относительно этого одного. Нет, да. Ну, мне-то, например, очевидно, что так. Ну, вот Игорь сопротивляется, я не знаю. У Игоря тоже, вроде, есть основания, но не хочет, чтобы что-то было безотносительно. Да нет, у меня, как бы, основания только в том, что вот те определения, которые сейчас в ходу у нас на этом этапе, да, они не требуют в качестве предшествующего какого-то безотносительного ввода. Просто не требуют. Само по себе полагаемое ввод, которое есть неотличное от перехода к полаганию ввод, оно, это его неотличность ввод от перехода к нему, фиксируется термином «следующее ввод». Все, достаточно. А мы, конечно, с вами спорим о словах. Второе, если следующее, то порядковый счет, поэтому можно уже говорить. Второе относительно первое, а третье относительно второго точно так, как второе относительно первого. Тогда мы согласились. Тогда, да. А я за своим безотносительным просто, как бы, неаккуратен. Ну, то есть, непонятно, зачем вы про это… Тут неважно, начало, в основном. А как-то началось, а потом дальше уже идет по какому-то уже там… По итерациям идет уже одно и то же. То есть, можно уже брать два ввод, поскольку оно как бы движется, это вот, да, вот-вот-вот продолжается, но просто мы сосредоточимся на двух вводах, на переходе от одного к другому. Даже если они менялись, переход же остается. Конечно. А третье, значит, относительно второго точно так, а второе, значит, не надо. И в какой особенности первого нет. И поэтому можно сосредоточиться только на двух вводах, то есть на переходе от одного к другому. Все оставляем, потому что это то же самое. Угу. Ну, хорошо. Начали. Вот его словно… Нова Cameraing … … Продолжение следует...